День добрый, дорогие друзья! Я хочу в нескольких словах выразить свое отношение к двум событиям виртуального характера, я там не присутствовал сам, но просто это виртуальные события, которые натлопнули меня на совершенно реальные мысли. Я вчера прочел заметку, она, кстати, сейчас путешествует по всем достаточно хорошо раскрученным виртуальным ресурсам, о том, что в Москве прошел чемпионат по поеданию черной икры. В Москве собрались достойные во всех отношениях значимые и весомые люди в одном месте города Москвы и соревновались, кто быстрее и в больших объемах злоупотребит черной икрой. Насколько я понял, победил человек, который за полторы минуты съел пол-литра черной икры. Что-то вот такие показатели. Я видел фотографии этих людей, я видел эти достойные лица, благородные, умные, проникнутые идеей возрождения России и идеей становления в каждом из них и в любом россиянине всего лучшего, самого светлого, всего, собственно, что в человеке и называется словом «человек». Другая заметка, она принадлежит Стасу Садальскому, который написал в своем живом журнале следующую фразу. «Ксения Собчак обязательно отомстит за своего отца, если только ее не прикончат». На эту заметку Ксения сама отозвалась тем, что немедленно, как это принято сейчас говорить, ее ретвитнула, то есть поместила в свой твиттер, из чего я сделал вывод, что я был прав, когда полагал, что политическая активность Ксении Анатольевны Собчак вызвана к жизни тем, что она узнала кое-что об обстоятельствах гибели своего отца и не собирается это прощать тем людям, которые к этой гибели причастны. Вот два события, которые для меня имеют совершенно полярное значение, абсолютно. И значение это выражается в том, что я просто в этой мелочи, в этих двух мелких событиях, в общем, как бы, увидел отражение той глобальной мысли, что гражданская война в России не заканчивалась никогда. Вот все познается в мелочах, понимаете, и дьявол, и бог все познается в мелочах. И вот для меня видно, что гражданская война в России идет со страшным накалом каждый день, на каждом отрезке территории, в каждую секунду времени. Между кем и кем эта война? Это не между белыми и красными война, не между богатыми и бедными. Это война не между теми, кто за Путина, и не между теми, кто против него. Это война не между нашей властью и оппозицией. Нет. И я даже больше скажу, это война не между православными христианами и теми, кто таковыми не является. Это война между двумя громадными группами людей. Одна группа озабочена тем, как бы убить в себе все, что относится к понятию человечности и человеческого. А другая группа людей озабочена лозунгом Чехова, как бы выдавить из себя по капле раба и, наконец, человеком стать. Так вот, ярчайшими представителями первой группы являются, с позволения сказать, люди, которые устраивают в Москве чемпионаты по скоростному поеданию черной икры. Когда, если мне не изменяет моя память, статистика показывает, что две трети населения Российской Федерации живут, ну, если не за чертой бедности, то на этой черте. Вот эти господа, они стремятся, как мне кажется, любыми способами убить в себе те последние капли разума, совести, нравственности, света, добра, Бога, если хотите, которые в них были от рождения. И, наверное, которые воспитывались их родителями в них. Я надеюсь на это. А вот Ксения Анатольевна Савчак является ярчайшим представителем той группы людей, которая стремится изо всех сил в себе эти капли света сохранить и приумножить. По моим представлениям, эта гражданская война набирает обороты, она становится все более ожесточенной. И согласитесь, что победа в этой гражданской войне, она не будет представлять собой победу одного войска над другим на некоем поле битвы. Это та гражданская война, которая описана в Апокалипсисе Иоанном, который на острове Патмос написал, что под местечком Армагеддон, на полях Мегидо, собственно, будут драться не два типа людей, а будут драться две стороны души одного и того же человека. Первая сторона темная, скотская, сатанинская, зверская. И вторая сторона светлая, совестливая, нравственная. Думаю, вам нетрудно будет догадаться, на чьей стороне нахожусь я, и надеюсь, что на этой же стороне находитесь и вы. Я не знаю, посмотрит ли Ксения Анатольевна Собчак этот видеоролик, думаю, нет. Тем не менее, мое дело заключается в том сейчас, что я хочу сказать ей огромное спасибо. Я и раньше ее уважал, а теперь мое уважение к ней просто стремительно укрепляется. Я знаю, что ей это неинтересно, но это просто мое личное мнение. Ксения Анатольевна, огромное вам спасибо. Вы делаете все правильно. И если вас это хоть в какой-то степени успокоит, то я нахожусь вместе с вами в этой борьбе. А господам, которые жрут черную икру, не жалея своей поджелудочной железы, и стремясь за минимальную единицу времени уничтожить наибольшее количество этого продукта, я хочу сказать, ребята, продолжайте. Потому что чем скорее вы обожретесь, тем быстрее придет ваш конец, который для вас самих будет являться самым светлым исходом, который только можно пожелать. Все наиболее лучше.